Да, всем привет! Маленький сделал прямой эфир, я после зала заехала на тренечку На тренечку, блядь После тренечки заехала Попить Ласи С перелета-банана И заодно такую тему хотела затронуть Тему счастливых женщин Любимая моя тема никогда не устаревает Так что хотела сказать Женщины у нас, да, вроде как Круто же, вроде как у нас женщины свободные Да, вроде как свободные были в кровати, потому что все дела Да Уже у нас 5 часов кажется Сейчас мне попить принесут, пить хочу, пить я просто Сейчас так народ прям быстро подтягивается Удивительно, вы там все это Я в кафе Вот, и все такие свободные женщины, да, у нас все такие бездец, мать его счастливые Особенно категория вот этих вот Женщин, замужник, скучи детей Это вообще отдельная, отдельная тема Так вот Женщины никогда не были свободными И не могут еще до сих пор ими стать Объясню Ни одна женщина, практически ни одна женщина, которую бы Круто, которую бы я встречала Не получала удовольствия от жизни вообще, в принципе То есть, объясню, как женщины Женщины у нас постоянно живут по какому-то принципу, да То есть, женщине нужна какая-то схема, по которой нужно жить То есть, вышла замуж, родила детей И типа самореализация А в глубине души, блять, пустота у таких женщин Потому что внутреннего мира у них нету Откуда ему взяться внутреннему миру, когда он должен сформирован На кухне, что ли, ему формироваться Да, вот Плюс, это абсолютно не любящие себя женщины Вы не представляете Самые злостные комментарии, которые я читаю в свой адрес Это от яжмач Самые злостные, самые обидные, самые унижающие Это от бабуй Не поверите, от бабушек Которые бабушки, у которых внуки, блять И от матерей У меня следующий к вам вопрос, к женщине, к милому Как вы можете рожать детей И давать им любовь, когда вы ненавидите себя Потому что не может женщина оскорблять, неважно какую, другую женщину Если она себя уважает У нее не повернется язык, он у нее сразу отсохнет У нее это невозможно И когда женщина, понимаете, как можно что-то давать, не имея этого Вот как можно детей рожать, не имея любви Блять, очень простой вопрос Просто вот мне всегда было это интересно Как женщина создаёт семью, не реализовавшись И вообще ни хуя в жизни не сделав, не увидав, не поняв, блять, не запутав Вообще нет Нахуя Зачем Чтобы что, блять Вот просто чтобы что И мир женщин Это мир, который состоит из огромного количества страхов Это просто страхи Одни страхи Страх, что ты останешься одна Страх, что ты никому не нужна Страх, что ты заставишь Страх, что ты умрешь Страх, что умрут все вокруг тебя Страх, что, блять, просто, понимаете Страх, 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 страх Вся жизнь протекается Страх, что он уйдет в другой, страх, что он изменит тебе, блядь, просто, вся жизнь, это просто страхи Когда мне пишут такие, блядь, когда мне пишут комментарии Да он, твой муж, вот типа, сейчас ты там, ты состаришься, он уйдет в другой Я думаю, блядь, ну вы же так реально живете То есть вы вот это говнище проецируете мне Вы же сами так живете, вы живете, то есть вы все время живете на пороховой бочке И все время боитесь, что от вас уйдет мужик, что, ну то есть вот это вот все, да, что мужик вас, блядь, там бросит с детьми Это так и получается в итоге, что он вам изменит, это самое страшное, да, это самая вообще больная тема, это тема измен Значит, что, блядь, все, он найдет помоложе, значит, он, а получается, то есть вы как только, ну, представьте, мир женщин, которые так думают Мир женщин таких, в свой цехотах пизде, простите меня То есть у них только пизда в этот момент думают, потому что, ну, по факту, значит, если она так считает Получается, вы себя, ваш мужчина с вами Только потому что у вас молодая пизда, узенькая дырочка, все, это единственное, почему с вами мужик и блядь Ну, вы вообще думаете, вообще просто в постановку вопросов Думайтесь, что, что в вашей башке тогда, что в ваших головах, что за мысль Потому что, да, и тогда, ну, понимаете, мы все живем, если почитать Юнга, я люблю, да, мы все живем, к сожалению, блядь В программах наших родителей Все живем там, это бессознательная наша, коллективная бессознательная, друзья мои От него мы никуда не убежим, никуда мы не убежим Мы можем бежать, 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 и все равно мы с ним столкнемся, понимаете И все равно мы будем, там же коллективная бессознательная Ну, это целая стука океан, да Как жили наши мамы, как жили наши бабушки, как жили наши прабабушки, блядь Давайте все это скопнем, да И, ну, все женщины на тот момент, давайте возьмем наших мам Все терпели Все терпели, терпели, ждали, блядь Терпели, ждали, да Ну, блядь, соглашусь Соглашусь, что не показатель Ну, вообще, ну, блядь, женщины именно так же Так вот, все не терпели, ждали, надеялись, блядь Надеялись на лучшее Всегда надеялись на лучшее Это лучше не наступало И все, и терпели Мамы наши терпели С лукашами жили С абьюзерами С садистами, мазохистами Кухую было, да, род детей терпели Значит, там терпели И нам все это как наследство передали Таки, нате, детишки, блядь Вот это, блядь, тоже вам, да Как хотите, с этим разбирайтесь И мы с этим разбираемся, друзья Мы с этим, блядь, все сталкиваемся Женщины современные, они тоже с этим сталкиваются И поэтому, когда я анализирую жизнь своего рода Своих родителей, своих женщин Потому что вы, женщины Вы есть цепочка вот этого рода своего женского, да И вот эти женщины, они сосредоточены вас И получается, что вы унаследовали вот эти вот все Ну, как бы скажем так, вот это вот У меня был недавно даже разговор с одной девочкой Она грибанула грибами Вот И рассказывает мне такую историю Что она увидела И у нее заболели почки Ну, грибы ей показали, где у нее проблемы Она говорит, почки просто пиздец как заболели И не просто заболели А у нее они прям отваливаться стали И почки, и плюс Она говорит, прям яичники еще показали То есть Она сказала И она увидела, как вот весь Вся вот эта, блядь, вся женская Кстати, если в вашем роду женщины были несчастны все, блядь Или если женщины в вашем роду были завистливыми Нереализованными, да Вот болели Это же все никуда не уходит, понимаете И вы как думаете, что типа, ау, это все тебе порастворилось, блядь Да нихуя Это все накапливается в бессознательном нашем, да То есть в родовом бессознательном Это как программа И когда женщины во всем роду, во всем роду Вообще, сука, просто были, блядь, поголовно несчастны И терпели унижение Как вы думаете, как, как, вот, что они вам, какое они вам завещание, блядь, оставят Вот ваше Что они вам, блядь, вот так вот в наследство подарят Вот эту хуйню полнейшую Причем большинство женских болячек тоже оттуда идут Понимаете, женщины, которые вроде как все со здоровьем Бесплодие, женские боляя Это тоже благодаря нашему, блядь Вот такому нашему великому наследию, понимаете Вот с этим дерьмом приходится работать Потому что я с этим тоже столкнулась Я тоже прихуела, когда я увидела Натали Блядь, мне иногда кажется, что Натали Блядь, что женщины Слушают анусом Серьезно У бабы вместо уш Два Два ануса Вот для жопы И вы этим слушаете Я что, сказала, что вам надо уехать на остров И что-то здесь делать, блядь Я просто пытаюсь понять Блядь, чем вы слушаете Это и блядь, миздец У баб вообще, короче, у баб нет мозгов Это, кстати, не убеждение Это доказанный факт 90% Я иногда такую хуйню читаю Думаю Вы либо не умеете читать Либо притворяйтесь овцами И скажите мне Притворяться овцом по жизни Оно как-то вам облегчает жизнь Или помогает Почему вы притворяйтесь реально овцами Зачем вы это делаете? Как можно такую хуйню написать? Люди работали наши пять дней в неделю И сейчас работают так по-другому Если всем уехать на остров Какой? Причем здесь остров? Причем уехать на остров, блядь? Причем здесь пять дней в неделю, блядь? Причем сейчас женщины вообще многие, блядь, работают два раза в неделю И вот так по интернету, блядь Причем здесь это все? У женщин нет сознания У женщин нет мозга, урина, блядь Я не знаю, это просто веревочка Я тебе серьезно говорю Невозможно быть такими тупыми Невозможно Когда мне женщина написала, объясню Пост мой Я написала пост Ликбез от касты Ликбез И внизу я подписала автора этого ликбеза Это выдержка из книги Указала автора и указала книгу, блядь На что мне пишет женщина? Значит, автор данной хуэты, значит, там Видимо, не имеют детей И ля-ля-ля Это она мне адресует Адресует, блядь, мне Она даже не дочитала, даже не посмотрела, что это не я автор, блядь Пиздец Как вы можете... Как вы так живете, объясните мне, блядь Вот как вы так живете? Ну как можно жить без мозгов? Ну, я не знаю, возьмите кредит, если нет денег Купите себе, пожалуйста, мозги Пожалуйста Очень-очень просто грустно за этим наблюдать Я тогда на это все смотрю и думаю Причем это взрослые, блядь, женщины Ну, чем взрослые, тем тупее, я поняла Серьезно, это, блядь, вот факт Просто Чем взрослые, тем тупее Не хотят анализировать Не хотят думать, не хотят размышлять Не хотят критически мыслить Понимаете? Не хотят Хотят всех обвинить Хотят все свалить На всех, на государство, на работу На всех все хотят свалить, блядь И все И так дальше продолжать жить Все виноваты, все виноваты Значит, а вы вот такие, блядь, молодые, надные Уехали на острова, них хуя не делаете А мы вот такие бедненькие, блядь Живем от зарплаты до зарплаты Блядь Все? Ребят, я не находилась Понимаете? Да, не хотят Вот, вот, блядь Вот это, кстати, это очень такая, знаете Объясню Развитие, любое развитие Любое, да Это преодоление Вот как семена Вы их сажаете Что семена делают? Они прорастают Им тяжело Или, да, такие росточки Через землю Они преодолевают сложность, почву, блядь Любое развитие Это всегда преодоление Преодоление своих страхов Своих комплексов Своих программ Своих убеждений ложных Своего дерьма Вот все, вот в чем Вы там барахтаетесь, да И из этого надо выходить Вот просто выходить надо То есть надо преодолевать Вот это все, да И это сложно Это требует ресурса Это требует вашей энергии Это требует концентрации Вашего внимания Это требует Вот дохуяйцы Утребует-то на самом деле Выхода, вот выхода из этого всего, да И это как тренировка Это надо хуярить Вот, чтобы у вас что-то сдвинулось То есть, как мне говорят Что-то построить Ра-ля-ля Я объясняю Что, для того, чтобы Что-то, для того, чтобы Вот пиздеть, как я Постоянно Надо постоянно пиздеть Понимаете, да Вот, тогда вы повысите Свою ораторскую способность Вы сможете очень-очень Ну, как-то, не то, что грамотно Но, по крайней мере, Жонглировать словами, да И уметь отвечать оппонентам Вот, это тоже тренировка Пиздеть тоже тренировка То же самое касается, так, мышц, да Это нужно тренировать То есть, нужно тренировать, блядь Своё тело Нужно ходить Надо, блядь, просто Вы, особенно, когда вы попадаете В такую зону Мёртвая зона Да Это когда Нихуя ничего не происходит С вашим телом Вы тренируетесь Тренируетесь До упада Вообще Вот оно как-то там В одном состоянии зависло И всё И очень, и очень сложно В этот момент не бросить Потому что нет, блядь Стимул Ничего не меняется Вы уже так полгода занимаетесь Оно вот так и остаётся Всё И вот задержать То есть, пройти этот этап Очень крайне сложно Особенно жопы, да Вот жопу её качать Это же вообще просто Особенно там У кого жопа маленькая, да Изначально Мяса там немного Это, блядь Год Это надо год хуярить в зале И просто, блядь Просто хуярить Не сдаваться Верить, верить Видеть у тебя этот орех Ментально представлять, да И он у вас появится Но только благодаря тренировке Тоже касается сексуальности, например, да Там, как развить сексуальность Страхаться Не читать об этом, блядь И не, блядь, порнушку смотреть, да Не картиночки разглядывать Здравствуйте, блядь Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Вот, соответственно Вы будете повышать свои скины В этом, блядь, направлении Вот И тоже касается там Своего каких-то, ну, навыков разных, да И рост, другой рост Духовный, ну, говори про духовный рост Вот у женщин духовного роста нету Он не происходит Никак Женщина законсервировалась Она законсервировалась В роли матери То есть Женщина до определенного момента Вот ими происходит Там, переходный возраст, да Там, 18 лет Гормоны хуяра Все, у нее включается инстинкт самки Надо найти мужа, блядь Жмака Когда тебе чувака Надо быстренько выйти замуж И родить детей Но это все живут по этой программе Друзья мои, согласитесь Ну, блядь, ну все Абсолютно 99% женщин живут по этой программе Родить детей Выти замуж, да И все, функция, все Все, блядь, месяц окончен Ты, все Ты уже, блядь, пожила Ты, вроде, основная, блядь, функция Выполнена Все, какое нахуй развитие У женщин И потом бабоньки такие Думают, блядь, почему же мужик-то гуляет На баб каких-то ебет А, прости меня А все Ты как, ну Ты закончилась на этом, да Женщины, они духовно бедны У женщин нету Никакого духовного мира С ними не попиздеть Ну, нихуя не поделать Понимаете Они неинтересные Ну, неинтересные бабоньки Понимаете И когда ты А как женщине развиваться Давайте посмотрим Как женщине развиваться Женщина живет всегда чужой жизнью Она живет жизнью мужа Живет жизнью детей Ну, какое нахуй развитие, простите Она У нее вся жизнь Это вынашивание детей Девять месяцев Потом кормление Потом маленьким Все время за ним надо следить Да, потом траля-ля И муж, блядь, да Вся ее жизнь проходит на кухне Дома Да это сейчас Новое поколение Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- очень пиздецово важными да реально то есть как бы не имея никакого жизненного опыта а по факту никакого жизненного опыта нет у меня жизненный опыт это блять это работа над собой на своих характеров над своим блять я не знаю стилем харизмой внутренний внутрь обогащение внутреннего мира какая-то насыщенная интересная жизнь вот и тогда марат не все потребители блять а до этого не было потребителей а наши мамы с папой не потребляли блять целый день телек смотрели новости нтв блять и всякую хуйю мои родители телеку не отходили не потребители нисколько производили зато что там а что не производили так что потребители были всегда друзья мы че мы всегда жили в такое время а когда мы что-то производили в советский союз нет если вы хотите северную корею вернуть за его вам будет не пернуть не чихнуть блять ну и детей производили да о советский союз детей производил кстати тоннами прям вот так из пулемета реально вообще понимание а зачем это надо ну вот хоть одна женщина задавала себе вопрос зачем мне дети просто зачем вот зачем блять не идти типа зачем вам дети зачем они вам чтобы что стакан подать ну а не выдавать так они не подадут вам стакан предположим что чтобы они вас содержали чтобы они просто были чтобы вас общество приняло чтобы от вас отъебались все наконец зачем вам дети чтобы тебя продолжить это классика это все классические классические программки на главном и ни одного я не слышала ни одного взрослого адекватного ответа не когда реально ни разу я многих вижу сейчас ошибку кушать блять реально просто кушать просто уюта по трое детей она их раскидывает бабушкам там бабушкам дети вообще непонятно не понимают вообще тут там родители многие вообще там не знают своих отцов и нормально ну зато есть дети на хуй вообще на хуй еду просто думаю блять и жопой и как вы когда рожаете жопой думаете блять или удивительный мир женщины очень удивительный мир людей очень осознанный очень осознанный вот для меня дети в первую очередь любовь для любви чтобы их любить наверное так да чтобы их любить и чтобы в эту жизнь и еще чтобы наверно чтобы сделать этот мир да кругодержание то это ну для меня это в первую очередь именно проявление любви да и такая алхимия между мужчиной и женщиной первую очередь навсегда дети являлись именно любовью это вот такая возрождение звезды какой-то новой да да именно в любви это очень важно для меня все эээ все остальное похуй вообще да они мне не будут ничего должны если сами этого не захотят я думаю очень философски да я хочу чтобы они в первую очередь были сильными личностями и индивидуальностями не надо быть похожими на родителей ну да наверное так оно и есть но если вы видите я наверное в Африке родилась наверное чтобы я была другой блять явно не Машей обракешей но дети рождаются уже заложниками родителей если родители нереализованные ну не смогли они I'm sorry пизда вообще дети потом будут огребать от этих родителей дохуя претензии будут от родителей они все время будут что-то должны родителям ну то есть дети как бы уже рождаются с ошейниками а шейник все поэтому нам не хочется что дети свободными были чтобы у детей был выбор это сникерс веганский друзья мои это прохарма такая же гуня я вас разочарую кармы тоже нет кармы причиной следствия и вот как знаете как говорят ну типа бог дал и гульжан моя любимая гульжан это не вы мне там вы все родились а вы не с ошейником гульжан а вы а вы не с ошейником родились у вас была свобода выбора реально вы считаете что вы за себя что-то выбрали в этой жизни я вам хочу сказать что вы ни хуя за себя не выбрали вообще а если сейчас расшифруете свою всю жизнь вообще всю жизнь вы поймете что да ни хуя то и вы не выбирали все за вас решили за вас и родители и муж часто решил и системы и государства в которых и все за вас уже решили и президент же даже президент не выбираете понимаете ничего не выбираете так что да в ошейниках причем в очень тугих ошейниках на поводочке еще вот на таком вы живете в системе где вас дует и вы никто вот ноль нули так что о чем вы говорите свободный человек блять в нашем мире свободный человек это большая редкость хакеры блин какие то не факт да что они свободные в школу расти с ребенком был рэп пока в систему не пошел да о блять наши системы да это вообще да готовлю он как раз вчера мужу готовил очень вкусные папорошки готовил ему с пастой да никак не освободиться в чем дело мы живем в определенной системе от нее ну вы от нее никогда не денетесь она становится более гибкая сейчас система намного более гибкая чем например система в Советском Союзе понимаете да сейчас мы можем путешествовать ну пока да понятно пандемия ну сейчас мы по крайней мере ездить по миру мы можем зарабатывать онлайн мы можем из любой точки зарабатывать мы можем реализовать то есть у нас сейчас больше возможностей и система становится более гибкая более гибкая поэтому люди которые родились в той системе в системе в системе Советского Союза когда была разрушена 90-е они не смогли а им очень сложно перейти в новый это новый мир вы понимаете что я вам сейчас просто скажу ну например там сейчас люди вот так просто плетнику я не делаю по факту зарабатывают такие деньги которые вы там не заработаете за не знаю за год например они за месяц могут заработать и когда ты про это например говоришь ну давайте так пример у мы у моего лёши у его родители мама она работает всю жизнь бухгалтером вот она зарабатывает ими она хуярит как папа Карло просто как папа Карло она зарабатывает в месяц ну хорошо как 100-200 тысяч это нормальные деньги это очень хорошие деньги а теперь представьте что маленький ютубер которому 17 лет 17 лет делает ролики какие-то вот просто записывает ну это по вашему а для молодежи я вам сейчас озвучу суммы которые они зарабатывают в месяц по несколько миллионов а есть еще only funds такой сайт only funds вот я вам сейчас тоже озвучу девочка 26 лет молоденькая модель на only funds тем что демонстрирует свою пилотку пипиську да зарабатывает 250 тысяч долларов это 16 миллионов рублей в месяц она зарабатывает 250 тысяч долларов вы теперь поняли всю в своей жизни 16 миллионов в рубле она зарабатывает в месяц 25 лет на данный момент как вы думаете все а люди того периода никогда в жизни таких денег даже не видели и никогда не увидят теперь понимаете которые они никогда не перестроят они не смогут этим уже зарабатывать все и вот почувствуйте свою разницу в мировоззрении всего и вот они путешествуют по миру снимают огромные виллы ни в чем себе не отказывают живут на полную такую чувствуете разницу все вот вам и все и как вы говорите как выйти ну никак уже это надо было родиться а чем дальше тем поколения они будут свободнее в плане денег это будет очень много денег у людей когда все перейдет в битки в битки в инвестиции люди будут зарабатывать огромные деньги огромные деньги понимаете все да вам влияет конечно очень сильно влияет я могу сказать что чем больше женщин женщин блоков связан со своей сексуальностью со своей женской природой тем ни хуя не будет ни у нее ни у мужика ее потому что все зависит от вообще это очень взаимосвязанные вещи да да вот дорогая не дорогая там такие порно 30 зарабатывают там есть порнушницы просто такие деньги качают вы что сейчас такие деньги можно то есть у вас киллер вы приравняли киллера к веб-модельке я понимаю пиздец простите вы из девяностых саша вы из девяностых наверное чувак просто написать про киллеров и про я вам говорю веб-моделька потом я говорю что блогеры зарабатывают ютуберы которые просто путешествуют снимают и зарабатывают на рекламе вот а вы мне говорите киллера зарабатывают ебать либо это баба опять безмозглая сам не написал или в этом уже дебил какой-то такие вещи можно вообще сравнить не надо в россии деградация происходит там люди тупеют что ли что происходит или это весна пришла и у людей все поехал в шердак и потекло потекла канализация и там аху просто просто аху да сравнение как нужно это в принципе одинаково киллер киллер и пилотка это одинаково А ценности? Какие ценности? Киллер и пилотка, блядь. То есть сниматься порно-актриса для вас, это киллера, блядь. Я уже правильно понимаю? Одинаковые ценности? То есть это для вас одинаковые ценности. Женщина, которая, например, снимается в порнухе, и мужик-киллер, они одинаковые. Одинаковые ценности. Правильно я понимаю? Блядь, пиздец. Пожалуйста, скажите, что вы женщина. Если это мужчина, блядь, у меня сейчас вообще умрет последняя надежда на возрождение. Электроградная, блядь. Да там и Меркурий, и Нептун, и Юпитер, блядь. Все это еще в каком-нибудь там, блядь, я не знаю, в пиздеце находится. Да, гайд офигенный. И всем рекомендую, кто мой гайд мечтал, прочитайте, блядь. Там все ответы на ваши вопросы. Все, и про сексуальность, и про все-все-все. Так вот, если женщина не принимает свою сексуальность и блокирует ее, то, пиздарики, вагину убивает, да, вагина. Вагину реально, кстати, у многих убила, я думаю, блядь. Струей, блядь. Струя из вагины убивает. Иногда слышишь и просто пулываешь от людей, блядь. Ну, просто перлы, просто, как записывать, блядь, не публиковать надо все это. Это просто, как до этого нужно дозреть, не понимаешь? Так, да, вот кто гайд не читал, прочитайте. Офигенный гайд. Да, вот все. И вот если женщина блокирует свою сексуальность, вообще не принимает, а если с этим огромные, друзья мои, проблемы, огромные. Все, кто мне говорят, да у меня нет с этим проблем, у вас у всех проблем. Нет ни одной у нас раскрепощенной, сексуально активной женщины. Если бы было, я бы вам сообщила. Вот. Если бы было такое, но их нет. Так это всегда, блядь, Саша, такую сейчас, такую мне чищит. Подождите, а как вы думаете во времена, там знаете, типа, когда, помните, императоры, цари были? Боги, 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 там, Греция, потом, что у нас, Рим, вот так вот все. Там как вы думаете, а там же пиздились мужики в основном, просто между собой царство пиздли, разное, да? Там государство, царство пиздли. Как вы думаете, там бухгалтера были нужны? Честно, бухгалтера нахуй никому не стали. И никогда никому будут не нужны ваши бухгалтера. Поняли? Знаете, почему? Потому что бухгалтера можно заменить программой обычной, компьютерной. И много кого из вас можно заменить программой. Очень много специально. А живую, настоящую, сочную, вкусную вагину пусть замените. Ни один телефон или не замените, ни одна резиновая бабушка не замените. Поэтому да, вагина бесценна на самом-таки деле. А ваши бухгалтера нахуй не сразились, простите. Их вот программочка заменит скоро. И все, нахуй, машли, скажут вашим бухгалтерам. Поэтому да, да, и еще раз да. Наша вагина бесценна. Все. И так всегда было. И всегда сражались за вагиной, пиздились за вагиной. И все делали ради вагин. Блядь, это всю историю было. Друзья мои, кому нужен бухгалтер? Блядь, что, вы реально думаете, что он подойдет за бухгалтер? Кто-то пойдет за бухгалтер, российница? Серьезно? Ну, серьезно, вспомните. Без пиздец это было за вагиной, блядь. Не за бухгалтера. Не вспомните, не за экономистов, не за менеджеров и не за юристов, блядь. Сука, всегда из-за дырышки. Вот, блядь, как так повелось. Серьез, всю историю, ничего не меняется. Друзья мои. Да, ничего. Все, живите с этим, с тем, что вы бухгалтер. Ну, скажите, вы же бухгалтер с вагиной. Так что, все, блядь, может еще измениться. Но всегда было, когда люди прочитают и говорят, как мир, блядь, там вот плохо он, блядь, весь такой. Батши, блядь, о чем вы? Всегда такое было, господи, да ничего не меняется. Ну, вообще ничего. Всегда все здесь это было. Все это было и будет всегда. Все, просто как ты ее ценишь, свою вагину? Ты можешь ее там направо-лево сдавать за бесплатно. Можешь очень классненько пристроить, понимаете? Так что, блядь, она у тебя будет очень комфортно себя чувствовать. А положишь ее разбазаривать. Вот она у тебя же там 35-40, уже все, блядь, там погрустнет твоя вагина, подоплеснет, блядь, и пиздец. Вот, поэтому, ну, типа, это природа, друзья мои, и никакой против природы не попрешь. Да и жить грустно, без этой природы. Так и есть. Да, ну, согласитесь, это факт. Это, согласитесь, скучно жить с юристом, без, блядь, письки, да, наверху? Ну, типа, нахуй она, он ужас, блядь. Он, блядь, с юристом, например, мне кажется, мозг может взорваться просто, да? Или, там, с бухгалтером, вот, у которого, блядь, у которого, там, и вместо, блядь, вагины тоже бухгалтер, блядь, пиздец, который будет таксой. Да это не здесь, да нахуй ехать, это я просто говорю. Да застрелиться и не вставить. Нет, да, блядь, не весит вас, не весит вас. И хорошо, она еще и удовольствие доставляет, понимаете, и вам, да, и вам удовольствие, и мужчине вашему удовольствие. Конечно, и весит. Поэтому цените, цените свою вагину. Это к чему я сказала? Потому что ценили вы свою вагину, друзья. Ценили, любили, уложали и целовали. Или чтобы вам ее целовали. Потому что это важно, очень, блядь, важно. Любить, вот с этим-то у женщины проблемы. Не любят они и не ценят. Они себя ценят как бухгалтеров, понимаете? То есть женщины себя ценят как, там, бухгалтер, я. На панель, почему на панель? Слушайте, вы завидуете, вы просто завидуете вагине. Я понимаю, бухгалтер никогда столько не поднимет бабла, как просто вагина. Прикиньте. У вас нет вагины, или у вас есть вагина, но вы ее не пользуетесь, или не умеете, или у вас ваша вагина просто никому не всралась. Прикиньте, а можно одной вагиной, если просто все двери, нахуй, открыть? Просто, вот как Ким Кардашьян, блядь, просто. Ну, просто свои вагины, и нахуй себе, блядь. И Мадонна, кстати, тоже своей вагиной, благодаря своей вагине стала Мадонной. И вы думаете, своему пиздатому голосу, блядь, да ладно. Она интервью давала и рассказывала, если бы она не давала, блядь, тому, кому надо, она бы не стала Мадонной. Так что кто-то просто пользуется вагиной. Есть умные бабы, которые свою вагину грамотно пристают. А есть и тупые бухгалтера, блядь, которые всю жизнь, блядь, от зарплаты до зарплаты живут. И, блядь, что-то я бухгалтер, блядь. В нищенской хате где-нибудь, блядь, ну ладно, окей, короче, в средней. Ну и живут всю жизнь. Во всем себя ограничивают. Ну, зато бухгалтера. Бухгалтера с вагиной, понимаете? Зато у них принципы есть, они свою пипиську не продают. Ну, блядь, нато бухгалтера. Зато на дядечку работает, там что-то считают, да? Вот. А мне, мне похуй, честно, я никого не осуждаю. Если баба хватила мозгов свою вагину, блядь, за золото продай, там охуенная баба. Я могу сказать, что она умнее бухгалтера, блядь. Честно. Реально. Потому что они смогли свое вот это каким-то образом, сука, блядь, преобразовать это с обзором. Какие-то, сука, это сделал, как ты это, блядь, сделала? Мне, например, тоже, я бы помогу тебе пипиську продать, ну, блядь, сколько было предложений, у меня что-то там как-то в голове какая-то своя, блядь, мораль срабатывает и тоже. Но у меня такие женщины освещают, честно. Я считаю, что молодцы, молодцы. Давно было природой, заебись, она ее устроила. А все, кто говорит, ой, какая эта шлюха, проститутка. Блядь, слушайте, молчите, а вы сами хотели такую жизнь. Вы просто, вагина у вас уже не та, или она вообще всегда была не та, или уже не та. Ну и все, и все, блядь, вы просто, нахуй, она уже никому не нужна. Просто ваша вагина никому не нужна, блядь. Вы бы с радостью, если вы были писатишей бабой, вас бы крутились бы охуенные мужики, которые бы, блядь, вам просто, там, миллион, нахуй, блядь, просто, там, чпоке-моке, да? Вы бежали бы, сверкая, блядь, просто пятки бы сверкали, блядь, сверкали бы пятки. Вы бы про бухгалтерию бы давно забыли. Так, она, никто этого не предлагает, вообще нет таких людей, скорее всего, и не будет никогда. Конечно, проще сидеть и осуждать, блядь, 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 вот такие вот, все такие. А по факту гуня все это, по факту это все, ну, хуя на телке чувствует себя. Посмотрите, много сейчас молодых таких, которые, блядь, бахнатое золото, да? Я их нисколько не осуждаю, я же говорю, что еще точно, молодцы. Все. Смогли, не смогли, не смогли мозгами, не смогли пизды. Все. А что еще им делать, простите, я что им, блядь, дворниками идти работать по вашему, или что вы хотите? Ну, типа, чтобы они что делали? Вот давайте предположим, например, баба красивая, тупая, да, вот у нее есть пиписка, погиб у нее есть, все. Что, ну, типа, что вы хотите, чтобы они делали? Чтобы они стали такими же, как вы, бухгалтерами, чтобы они пошли учиться, и в итоге они, например, не обучаемые, не хотят учиться. Ну, не хотят. Они молодые, письки украли, и все классно. Что им дешево, прочитывать? А, учиться на какую-то сложную специальность, чтобы они, блядь, 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 я просто представила, пойдет она учиться на врача на какой-либе, да? не дай Бог, горе врачом станет. Эль Билбус. Вот. Поэтому что им делать? И если они вот такие, то это их выбор, их путь. Для меня это неприемлемый момент. Я там, например, считаю, что то есть у меня есть мой мужчина. Я, например, вкладываю свою энергию в своего мужчину. Я знаю, как происходит взаимобмен, я знаю, как над всем этим, блядь, работать. А что молчать? Я просто не понимаю. Молчать на тему. Я много знаю таких людей. Я очень много знаю спортниц, друзья мои. И спортников, блядь, знаю. Переделанных спортников. Я с ними общаюсь, общалась. Понимаете? Они очень многие, очень предприимчивые. Вы что думаете, что многие, типа, там, такие тупые? Да многие поумнее вас будут. Реально. Многие умнее нас всех. Они инвестируют деньги, которые зарабатывают. Удачно инвестируют. Да, они все относятся, как, блядь, вот к работе. Вы зарабатываете, там, циферки куярите или чем-то, да? Они зарабатывают тем, что их международно природа дала. Причем они зарабатывают, я считаю, тем, что дала природа. Да, в чем проблема. Причем тоже такая достаточно сложная работа. Там, в руку надо работать, понимаете? И не только и руками, и головой в целом. Понимаете, да? То есть, это сложная работа. Вот, поэтому, о чем дело? Это для женщины, то есть, так, ну, в эти обществу просто каждый раз таких баб уезжает. Да, это будет моя книга, конечно, будет. А вы же заказали мою книгу, да? Да, это письма шахте. Письма шахте, письма шеве. Это две рубрики, две рубрики, которые в моей книге самые большие, самые первые. И там все про это и есть. Вот, и наш обществу просто клеймит таких женщин, всегда клеймил. И я тоже когда-то в свое время книгу свою высказывала, да? Вот. А и мужики гуляют по таким бабам, да? Потому что женщина, которая в семье, она становится, как бы вам сказать, она становится вашей матерью в семье своей, даже своему мужу. Она не может уже быть для него вот этой шлюхой. Женщина не умеет быть для своих мужиков вот этими шлюхами, понимаете, да? Вот. Поэтому мужики... А мужику нужна шлюха. Ему нахуй не нужна мама, блядь, в мастерии. Вы можете это понять? Ему не нужна мама, правильная баба, вот это. Ему нужна грязная шлюха, которую можно выливать. Там он хочет, пожилотный. Вот это нужно мужику. Это секрет, блядь, пикерных отношений. Это в моем гайде, в моей книге. А пишите мне, а вы что, блядь, до сих пор книгу не заказали? Да ладно, блядь. Я уже думала, там уже весь, блядь, ну, у меня очень большой список. Мне кажется, человек 100 точно уже есть. Вот. И поэтому, блядь, ну, типа, пишите мне в личку по предзаказу. Она пока что по предзаказу вы можете сделать. Когда она в продаже поступит, будет дороже, в разы стоит. Она, там, 573 страницы, друзья, мои книги. 500, да хуя фотографии моих, причем без цензуры все фотографии. И даже те, которых здесь нет. Вот. И поэтому она стоит 2 500 по предзаказу. Потом она будет 5 стокудово стоить, но эта книга пиздец, блядь. Какая библия, нахер, блядь, понимаете? Вот. И там очень много импы. Она фундаментальная, блядь. Вот. Поэтому делайте предзаказ, и вы будете первые списки получателей. Девочка уже, она заканчивает для оформления, она там нумерацию делает. Ну, как бы такие какие-то моменты. То есть книга уже закончена, остается вот так вот ее упаковать в России. Вот. И все. И те, кто сделает предзаказ, они прям первым высылаются. Вот. А по поводу, да, вот то, что мужики. Объясню. Мужики, у них природа примитивная достаточно. То есть они больше живут импульсами и инстинктами. И у них им нужен секс, объясню, грязный, блядь. Вот, ну, как грязный. Животный, да? И это нравится всем мужикам. Ну, только если, блядь, там у мужика маленькие, блядь, вот такие, да? Как бы. Возможно, нет. Эстетов, эстетов и гурманов тоже мало. Остальное, все равно, мужики любят пожестче, да? Вот им хочется доминировать. Потому что мужская природа, друзья мои, это мужская природа. Ему хочется доминировать над женщиной, да? Ему хочется быть властным, да? То есть чувствовать свою власть над женщиной. Это нормально. И баба должна быть конченной шлюпой. Ну, то есть, такой просто развратный, блядь, да? Простепнивать реально желательно. Ну, для в сексе. Это смена роли. Женщине нужно уметь играть. Уметь. Это талант, блядь, ну, что делать? Надо учиться. И ей нужно уметь играть эту роль. Выключать, нахуй, все свои предыдущие, там, правильные, да? И включать во время секса вот эту свою блядскую натуру, да? Развратно одеться. Ну, то есть, выглядеть вот как, вот как будто он вас снял, да? Вот, например. Почему мужчины гуляют, как, вот, а женщины? Потому что правильные, блядь, трахаться невозможно. Вы, че, блядь, вот, ее трахаешь, как будто маму свою трахаешь. Или ее трахаешь, как будто, блядя не знаю, просто, там, ну, не получается. Не встает на таких женщин, не встает. Встает на разврат, понимаете? Секс – это разврат. Секс – это такая, ну, как, ну, животная природа, понимаете? Животная. И поэтому жизнь, и это надо заигрывать, слушать, играть, включать разные какие-то настроения, быть такой кошечкой, да, и покопной, и дикой. Это все совмещать. И тогда мужику, ну, нахуй я ему, блядь, куда-то гулять, когда у него есть вы, да, когда можно с вами так, ну, позабавиться. Поэтому все, это и... А когда баба бревнища, понимаете? Да еще и бревнище, которое, блядь, ну, просто бревно, которое здесь еще и мораль его постоянно читает, отсчитывает его, да, и вот просто вот все. Нет, наоборот, блядь. Мужики от каких избегают? Да. Ну, он от души. Наш гайд, как и моя книга, эта книга еще будет круче, чем гайд, поверьте. Гайд, это он, в сравнении с книгой, он очень-очень маленький. Ну, вот, поэтому, как бы гайд, это маленькое такое вот отступление, да, но тоже круто, мы его тоже с Лешей делали, тоже вот выкладывали туда душу. Да, и брачный брейдинг у нас просто, блядь, нас учили всякой параши, реально. Ничего нас не учили, поэтому мы все не сталкиваемся с теми с проблемами, с которыми сюда наши родители сталкивались. А вы посмотрите на своих родителей, поймите, что там за пиздос был, да? Но вы, правитель, в определенный момент секс закончился. Хотя, я говорю, я читала книгу «Зачем женщине секс?» И так, как раз, проведены примеры, что секс может быть всегда в отношении, что это неисчерпаемый источник, и что он должен быть в отношении всегда. Это не приедается, если вы это можете разнообразить. Это как еда. Вам еда приедается, да, в одно и то же едите? Блядь, ну вы же едите просто одну и то же, как картофу, за дня в день, да, вареную. А представьте, что вы едите там разные блюда. Как это может приедаться? Еда не приедать, вы же все время хотите есть. Всегда, правильно? И в пить вы всегда хотите. Вы просто меняете еду. Поэтому с сексом то же самое. Он не приедается, если, блядь, не будет просить разнообразие, разные блюда, понимаете? Вот и все. А секс приедается тогда, когда все, блядь, все, у вас поза одна, сука, блядь, ты долгишься в одну позу, блядь, или две, ну ладно, ладно, три позы, хорошо. Ну у вас может быть три позы. Вот эти три позы заучили, без досок и не сладки. Вы тогда, конечно, у вас там все приестся, блядь. И поэтому, ну, это такая, знаете, тема. Я просто тоже с этим работала очень много. У меня столько от мамы досталось, из-за говнеца, честно, непроработанного. И все это я стала в отношениях своих, с мужчиной отрабатывать, да? Потому что много моментов, очень много. И нужно, понимаете, очень важно с мужчиной разговаривать. Очень важно объяснять какие-то моменты, что вам вот это нравится, вот это вам не нравится. А что вас зовут? Во-первых, надо разобраться, что вас заводит. Что вас заводит? И что заводит вашего мужчину? В итоге вы вообще можете прийти, понимаете, что это даже не ваш мужчина. Ну, типа, да нахуя вам вообще, ну, в итоге, серьезно. Вы там с огромным потенциалом, а он вообще был в бездет. Вы подумаете, вы, блядь, и скажете, до свидания. Покойт, тоже бывает, люди расстаются на это, когда перерастают друг друга, да? Вот, поэтому вам надо для себя понять, что вы хотите, какие у вас фантазии, какие у него фантазии, что вас заводит, что вас отталкивает, что, то есть, вот эти все, все моменты, все нюансы надо экспериментировать, чтобы понимать, раскрывать свой потенциал, смотреть, что не бояться, идти в это, понимаете? Ну, если вас устраивает, остается, оставайтесь. Если вас не устраивает, то ходите. А смысл вам будет в отношениях, где вас что-то не устраивает, и это не меняется. Вот, и поэтому надо, надо экспериментировать, надо проверять, смотреть, слушать друг друга. Вот и все. Слушать, чтобы понимать. Ну, то есть, это вообще разговоры очень важны, очень важны, я имею в виду, что и очень откровенные разговоры друг с другом, да? Потому что вас может что-то там напрягать, вас что-то может смущать, что-то отталкивать. Вы должны это обзеты проговаривать, вы должны проговаривать, что вам не нравится и что нравится. Вы должны для себя, вы должны изучать себя, чтобы понимать свои желания. Потому что наши желания, я вам могу сказать, о, блядь, мы половину вообще боимся даже озвучивать себе. Мы боимся себе признаться, что мы этого хотим. Потому что когда-то нам сказали, что это плохо, мы боимся в этом признаться, потому что будем себя считать просто пиздец, какими извращенцами. А желание дохуя, а может быть, это нереализованный потенциал. И у женщин и мужчин это вот дохуя. То есть методы свободы. И, конечно же, самое главное, это чтобы не навредить другому человеку. Это самое для меня главное. Если фантазия носит какой-то, блядь, нездоровый характер, я имею в виду, ну, реально, насилие, купить детей, еще как-то. Это надо реально к специалисту. А если фантазии безобидные, да, и они с разрешения партнеров, то это да. То есть их надо реализовывать. И поэтому наша жизнь для этого нам и дана. Это очень грустно, когда вам полтос, да, или там 60 лет, когда вы уже не особо, ну, блядь, ни в том состоянии, ни в той кондиции. А вы хотите, а тело не может. Вот это пиздец. Да, и прикиньте, вы только-только вдруг в этом возрасте осознаете, что вы хотели всегда, но вот вам стыд ваш не позволял. Вот это жопа. Потому что оттуда идут душевные расстройства, оттуда идут с психикой проблемы, оттуда идут проблемы вообще со всем. И люди потом, и обращаются к психологам, реально к психологам, потому что нереализованные фантазии, они не уходят, они остаются в голове. Они начинают человека мельчить, беспокоить. И все, и люди могут к кушке двинуться, да, люди могут закрыться, люди могут, ну, все как хуе, ну, и что, блядь, да хуя всего. И у женщин это локотно, вы не представляете, женщины, так вообще же они никогда ничего не афишировали. Женщины же всегда считали, что надо быть удобной для мужа, выполнять все его прихоти. То, что у нас какие-то есть, блядь, ну, прихоти, да, про это никто не говорит, не, не, этого ничего нету, да, у женщин этого нет. Вот и все. И, конечно, знаете, что такое женщина, там, полтос осознать, что она, блядь, всю свою жизнь, вообще, блядь, телом своим не пользовалась, все, а сейчас им хочется, а, а, ссори ей говорят. И она, вот это пиздец, это страшно. Когда я это представляю, я думаю, блядь, как это страшно. Блядь, в эти 60 лет шлюхе в кровати, блядь, мне интересно было бы на этих шлюхе, посмотрите, но это должна быть очень-очень бабловая бабка, потому что в основном в нашей стране 60 лет выглядит так себе, честно. Ну, согласитесь, шлюху, которая так себе, вообще так себе. А если вот она дохуев себе денег укладывает и хорошо выглядит, то ладно. Ладно. Ну, просто, блядь, ну, это забавно. Да, нет, 50, это когда деньги есть. Вы понимаете, что если есть деньги, бабы, ядовка? Ну, смотри, давайте элементарно, да, зубы, кожа, это основные, например, моменты, глаза, зрение, да, тело, это все, ну, она, прикинь, сколько она денег вливает в себя, зубки стоят денег, кожа стоят денег. Вот, поэтому, ну, это инвестиции, женщина, это инвестиция, вообще, как будто, блядь, я вот тоже, я прихуеваю на самом деле, что-то она тратит на себя, на самом деле, женщине, потому что там, например, кожа требует постоянного ухода, она имеет свойство, блядь, как себе выглядеть, обезвоживаться, да, ее нужно, постоянно, чем-то подкалывать, так же, как и зубы, например, да, здоровые зубы, это тоже, блядь, охуеть, какой уход, за зубами, блядь, они имеют свойство разрушаться, гнить и все остальное, да, поэтому за зубами, за здоровьем в целом, за гинеколог, да, это тоже хороший гинеколог, это хороши динги, обстояние, это деньги, то есть, свой аватар, держать в хорошем состоянии, это нужны деньги, 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 вот, а все равно бабки, все равно, вы будете беречь, не беречь, у вас определенный возраст поступает, из этого возраста нужно уже постоянно туда бабки взливать, всегда, да и там, мне только один косметолог, глядь, ходит, ну, я делаю себе пилинги, я делаю себе подкольчики, да, потому что обезвоживание происходит, в любом случае коллаген уходит, да, я делаю себе это, все стоит денег, витаминки, да, там рыбий жирчик я обязательно включила в свой рацион, полезная еда, он просто хорошо выглядит, только надо вкладывать деньги, не бывает, но где-то если вы живете в горах, блядь, там, да, у вас, я не знаю, парное молоко, барашки паснутся, у вас там, блядь, я не знаю, вы шашлычки из барашка едите где-то высоко, высоко в горах, у вас там, блядь, воздух и все, тогда да, скорее всего, будет достаточно хорошо выглядеть, но, I'm sorry, большинство живет немножко не в таких условиях, согласитесь, да, так и есть, все мечтают, но не все, не все имеют, вот, к сожалению, но все хотят, конечно же, потому что со шлюпкой ты развиваешься, на самом деле, женщина разносторонняя, женщина, которая в сексе мужчине дает то, что он хочет, она дает мужчине, и мужчина с такой женщиной развивается, у него энергия правильно работает, он ничего не накапливает, у него меньше нервозности, он быстрее снимает стресс, вот, он хочет больше достигать своей женщины, да, потому что такую женщину ценит больше, и когда женщина ему ни пули не дает, или еще и мозги ему ебет, да, такие женщины очень дохуя, да, какую нахуй, блядь, он такой ради женщины, такой ничего делать не будет, он ее нахуй пошлет, ну, либо он выйдет поебу и других баб, а с ней будет тогда по привычке жить, то есть, какой там рост, вот, поэтому нет, да, с условием того, что у него, ну, жена, зажигалочка, да, тогда мужчина, ну, я вам могу сказать честно, я вижу много друзей своего мужа, его ровесника, да, там, 35-36 лет, они все женаты, уже, ну, в окружении у них у всех есть дети, блядь, они все так хуево выглядят, другие мои, и всем уже, они все выглядят лет на 50, никаких амбиций, приросли к дивану, разведут как это попить пиваса, все какие-то обрючшие, блядь, ну, так пассивные какие-то все, я смотрю на них, у них такие же все женщины, ну, типа, у них все жены вот такие же, понимаете, да, у всех дети, все обраслеты семьи, все какие-то, знаете, вот, как-то, бля, у них все, они все заморолились в каком-то вот этом, блядь, своем моменте, да, и все, у них уже старость поступила, серьезно говоря, уже там, ну, прям, пенсия уже по пенсии, там, да, у меня наоборот, только самая движечная жизнь, только начинается, мне кажется, жизнь начинается только после 40, после 40, когда ты наконец-таки всякое дерьмо с себя, вот это обрел какую-то личность, выстроил какой-то стержень, свой стержень, и все, понеслась, у тебя все, самый пиздос начинается, пристегнитесь, это, на мой взгляд, я считаю, что 40, это просто, блядь, вот, только, все, мы закончили детский сад, в школу пошли, это, я ощущаю себя, как, ну, день, блядь, 35, все, жизнь закончилась, пенсия, все, блядь, все, пиздец, реально, как бабки, дедушки, все, старые такие, вот, выглядели, как старичье, думают, как старичье, двигаются, как старичье, смотришь, ну, у них уже все, у них уже дети, помню, я уже все, так, план выполнен, и они реально очень, ну, как бы, по-пожилому, блядь, рассуждают, реально, потому что я серьезно смотрю, думаю, блядь, так, ребят, вам, блядь, как бы, 40, даже бы, половину жизни не прожили, у вас в 50, в 50, прям, это вообще, это, вот, в 50, это самый пиздосный, должен произойти, у вас в 50 должны быть.